Здравствуйте! Продолжаем листать дневники Амурской осени вместе. Сегодня расскажем о том, какой скандал показали амурским зрителям и что за фильм привезла на фестиваль Вера Глаголева. Смотрите прямо сейчас. Искусственная реальность – специальная атрибутика игра на сцене. Но зрители видят лишь верхушку айсберга театральной жизни. За кулисы может попасть не каждый, но актеры показали изнанку этой самой театральной жизни в спектакле с провокационным названием «Скандал». О чем он? Смотрите далее. Взаимоотношения артистов, интриги, ревность, звездная болезнь, амбиции выливаются в один большой скандал, что происходит за кулисами. Художественный руководитель театра Мэтр РВ Мантель в лице Дмитрия Назарова собирается поставить спектакль о Наполеоне и его возлюбленной Жозефине. Но вот незадача. Проводя кастинги, он не может найти актрису для этой роли. Его сын, скрывая роман с юной артисткой Франсуазой, проталкивает ее вне конкурса. Ей достается роль в спектакле, а также и пристальное внимание Мэтра. Обожать меня в тайне, но между нами может быть только одно чувство. Большое, чистое и светлое. Раздевайся. Помимо молодых, актрис также есть и давно не игравшая ни одного спектакля жена директора театра Николь Гис. Ее представляет Ольга Васильева. Героиня давно мечтает хоть о какой-нибудь роли, но никуда ее не берут. А я прям готова играть все что угодно. Да? Дорогая моя, ты хочешь играть? Да. Ну, только в однокровочке для тебя ничего нет. А пока Николь Гис ждет своего звездного часа на главную роль, Мэтр приглашает свою бывшую жену, Числавную Габриэль, с которой он развелся семь лет назад. С ее появлением спектакль начинает пестрить высокомерием. После маленького успеха «Звездная болезнь» одолевает актрису. Ей не нравится в спектакле буквально все – от сценария до названия постановки «Три дороги». «Три дороги» – это три женщины. Для Монте Скетт, богатая, очень богатая актриса, Жанна де Мерикур, а где она за это? Ну, неважно. Молодая девушка с приданным, Наполеон мечется от одной к другой, как вдруг появляется Жозефина Богорне. Подытожил, в пьесе «Три женские роли». Нет, 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 я говорю, что все внимание сосредоточено на Жозефине Богорне. Ну, в этом мы сейчас как раз и разбираемся. Ну, если я говорю, значит, надо мне верить. Ну, посмотрим, посмотрим. Однако, не обращая внимания на близких, Мэтр занят лишь постановкой спектакля. Ко всему прочему, он признается в любви к новой музе – молодой актрисе. Таким образом, его семья оказывается на грани развала. «Я больше не могу. Беги к своим артистам. Никто, кроме них, тебе не нужен». Такие слова Эрве Мантель многократно слышит от своей нынешней жены. Кстати, и сами актеры регулярно устраивают скандалы на репетициях и на показе постановки. Кому-то нужен такой эмоциональный всплеск, вот как моей героине. А кто-то достаточно спокойный. Вот я, например, совсем другая в жизни. Мне нужно, чтобы, наоборот, у меня была очень такая тихая, спокойная атмосфера, чтобы я могла набраться энергии и уже на сцене все выдать. Зависть есть везде. И не только в актерской профессии. А в актерской, конечно, может быть в большей степени. Но да, да, в общем-то есть и черная зависть, и белая зависть. Но как-то мы стараемся. Я, например, всегда стараюсь радоваться успеху коллег. И когда я вижу, что тут хорошая одна в сцене, для меня это, наоборот, стимул. И мне хочется туда, к ним. Мне хочется играть так же. Мне хочется играть какие-то новые роли. Спектакль, что поставил РВ Мантель, заканчивается полным провалом. Однако скандал в театре – это победа. Скандал в актерской профессии – это сенсация. На забытую труппу, наконец, обратили внимание. Шумиха приносит славу. Вероника Федореева, Константин Волков. Программа «Дневники Амурской осени». Тема «Неразделенной любви» стала центральной сразу в двух конкурсных кинокартинах. Это фильм «Ягель» режиссера Владимира Тумаева и кинокартине «Две женщины» по Тургеневской пьесе «Месяц деревни». Этот фильм на фестиваль привезла актриса и режиссер Вера Глаголева. О чем такие разные, но все же похожие фильмы, расскажет Олеся Севаченко. Алеша, это жена твоя, ее зовут Савана. «Неразделенной любви» Он, навязанная матерью жена, и еще одна женщина, только уже бесконечно любимая. Если бы не необычная обстановка вокруг, этот фильм стал бы банальной историей любовного треугольника. Но в сердце картины вовсе не герои с их переживаниями, а быт малых кочевых народов русского севера, с чумами, оленями и прочей колоритной атрибутикой. «Не забывай, сын, який сын. Не у ней ни обыдор. 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 Не у ней ни си. Именно этот аспект и привлек режиссера Владимира Тумаева. Он давно мечтал снять реалистичное кино. Поэтому к съемкам этнической драмы «Ягель» по роману ненецкой писательницы Анны Неркаги два года назад приступил с энтузиазмом и сразу столкнулся с трудностями. Холод, снег, кочевая жизнь. Да еще и олени оказались капризными актерами. Устав, они просто падали без движения. Съемочный день очень напряженный. 12 часов. А если с учетом тех условий, в которых мы работали, то на съемку одной сцены оставалось час, максимум полтора. За это время репетировать серьезно, тратить на это время было невозможно. Поэтому актеры большей частью импровизировали. В итоге картина вышла захватывающей от начала и до конца с голливудским хэппи-эндом. Главный герой полюбил таки свою супругу. А режиссеру удалось донести идею до зрителя. Очень трудная жизнь у этих людей. Она трогает за душу, что мы немножко получше живем, чем они, я так думаю. Очень конечная сцена. Трагичная, конечно. Но хорошо, что хорошо кончается. Все-таки преобладает разум. Ну и любовь. Любовь бывает трагическая, бывает от скуки, праздности и ленности. Эту мысль доносила до публики уже другая кинокартина «Две женщины» режиссера Веры Глаголевой. Послушайте, Мишель, вы, конечно, очень умны, но мы с вами иногда разговариваем, точно кружок плетет. А вы знаете, как кружок плетут? В душных комнатах, не двигаясь с места. Кружок – отличная вещь, мне иногда глоток свежей воды в жарке дее гораздо лучше. Таким свежим глотком для Натальи Петровны Ислаевой, интеллигентной дворянки из 19-го столетия, стал вовсе не ее муж, которого сыграл Александр Балуев, и не стареющий воздыхатель Михаил Ракитин, а новый учитель ее сына Алексей Николаевич. От нечего делать в деревне влюбляется в юного педагога и 16-летняя воспитанница Ислаевых Верочка. Тут-то и начинаются сплетни, интриги, расследования. Все как по нотам, как в жизни и оригинальной пьесе Тургенева «Месяц в деревне». Какой-то мне хотелось, что-то такое, какой-то материал, в общем, серьезный, когда какие-то серьезные глубокие переживания, когда какие-то благородные чувства, когда то, о чем мы, в общем, уже немножко подзабыли, сделать какое-то такое вот, какое-то вот высказывание такое по этому Тургеневу. Чувства и герои в пьесе оказались настолько благородными, что все в итоге по очереди ушли из жизни Натальи Петровны. Уступила ей дорогу Верочка, решив выйти замуж за престарелого доктора. Уехал из поместья Ракитин, признав свои чувства непорядочными. И главное, сбежал от страсти учитель Алешенька. В итоге молодая жена и мать, так и не поняв, в чем ее богатство, снова погрузилась в скуку, которой, а еще не спешным бытом дворянской усадьбы Глинки, где снималась кинолента, была пропитана вся картина. Олеся Севаченко, Иван Сюмак, дневники «Амурской осени». Чистый голос вновь покорил амурчан. В Благовещенск белорусский ансамбль приезжает уже в третий раз. И третий раз собирают полный зрительный зал. Кстати, среди зрителей оказалась и наша съемочная группа. «Этот вечер луком и бак, на землю вечера и в обыкновь. Погаснут свечи, уйдет любовь, но этот вечер вернется вновь». Концерт стал совместным. На одной сцене белорусы спелись с Ириной Шведовой. Решение выступать в тандеме было принято ими спонтанно. По словам худрука ансамбля Валерия Брыгуна, артистов приезжают в Благовещенск много, а возможность дать сольный концерт есть не у каждого. Из-за временных ограничений. Вот и приходится объединяться. Но концертная программа от этого альянса только выиграла. «Белые танец, белые танец, как же это так и честно, где ты, русский мой, поздравить ждет тебя, твоя невеста. Возвращайся, возвращайся от обугленной границы. Не могу я белого вальсика со своей бедой кружиться». Песни на этом вечере звучали не только русскоязычные. Ансамбль исполнил несколько произведений на родном, белорусском. «Мне кажется, что музыка, она не имеет каких-то границ, языков. Она просто музыка и музыка. Поэтому даже если не будет понятен текст, я думаю, что люди услышат какую-то музыку, они догадаются, в чем смысл произведения». «Королева кинокомедии» так называют блистательную артистку российского кинематографа Наталью Крачковскую. Ей 76, но она все так же обаятельна и по-прежнему может держать публику. В рамках «Амурской осени» Наталья Крачковская дала свой творческий вечер, на котором рассказала некоторые тонкости и секреты создания любимых советских комедий. Подробности в следующем сюжете. «Ну что, давайте ее встретим аплодисментом. Аплодисменты. 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 Зал встретил ее продолжительными овациями, а ведь она даже не начала говорить, просто вышла на сцену. Легенда нашего кино – прославленная Крачковская. Ее жизнь – это бесконечная череда съемок. Но такую судьбу Наталья Леонидовна выбрала сама. Когда перед ней встал вопрос выбора профессии, она, не задумываясь, сказала, куда пойдет учиться. В институте кинематографии я хотела быть только актрисой кино. Вы представляете, аплодисменты тебя узнают на улицах. Цветы, поклонники. Ну, это же не жизнь, а молитва. Ее творческий путь в кино начался в 1905 году с роли Раечки в повести об агрономах. Но самые ее звездные образы актрисе подарил режиссер, мастер комедии Леонид Гайдай. И именно он сделал из Крачковской королеву комедии. Любые, даже маленькие эпизоды она отыгрывала так, что их невозможно забыть. Как рассказала артистка, на экране все выглядит гладко, в отличие от съемочной площадки. Во время этой встречи некоторые секреты киноиндустрии Крачковская открыла благовещенскому зрителю. Помните картину «Не может быть», где она сыграла покупательницу картин и ее знаменитое падение на землю. Мало кто знает, что падала она на каменную брусчатку, присыпанную песком. Если увидел, что сцена пошла так, то я не в коем случае не включаю камеру. Продолжайте сцена работать, работать, работать. Я кричу, какой работать? Поднимите меня, мне же больно. Мой партнер, видишь, что я в арест на земле. Я кричу просто истошным голосом, бросился мне помогать. Ну, не как партнер, а как мужчина. Поднимала меня к чтеннему скрасил. А я его одной рукой подняла, посадила и сказала, хватит уже снять. И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. И меня вылечит. В кино она никогда не боится быть смешной. Ради роли может даже подстричься наголо. Крачковская никогда не комплексует из-за своего веса и внешности. Многие ошибочно думают, что работа артистки проста, а ведь были случаи, когда съемки оказывались связаны с риском для жизни. Достаточно вспомнить, как она в картине Иван Васильевич меняет профессию и на высоте пятого этажа перебирается с балкона на балкон. Сегодня Крачковская в силу возраста редко появляется на публике и ее приезд в Благовещенск стал настоящим подарком для всех зрителей Амурской области. Юрий Камышный, Андрей Цветков. Дневники Амурской осени. В финальные дни Амурской осени программа все так же насыщенная. Сегодня в ОКЦ покажут спектакль «Сосед на неделю не больше». А в АОДНТ покажут сразу две кинокартины, причем серьезные. Это класс коррекции и «Девять дней и одно утро». Сегодня же на площади перед ОКЦ пройдет концерт участников фестиваля и подведут итоги фестиваля «Кинамур». Завтра в субботу зрителям представят сразу два спектакля «Блесс» в ОКЦ и «Зачарованные смертью» в драмтеатре. В рамках конкурса фильма в АОДНТ продемонстрируют ленты «Я хочу туфли» и «Зимы не будет». В парке «Дружба» в рамках уличного концерта звезды споют для благовещенцев. Торжественная церемония закрытия фестиваля состоится в воскресенье на сцене ОКЦ. Понаблюдать за ней можно будет не только из зрительного зала, но и на нашем первом областном канале в прямом эфире, а также на сайте газеты «Амурская правда». У меня на этом все. До окончания фестиваля «Амурская осень» остаются считанные дни, поэтому обязательно успеете побывать на конкурсных мероприятиях, спектаклях, фильмах, а также творческих вечерах. Но если не получается, смотрите наши дневники, мы рассказываем о том, чем запомнилась 12-я «Амурская осень». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова